77 дежурных детсадовских групп работают сейчас в республике. Их посещает почти 800 детей. Что изменилось в режиме работы детского сада номер 2 города Новочебоксарск в нашем сюжете? Воспитатели в масках и перчатках измеряют температуру у детей. Так начинается каждое утро в дежурной группе детского сада «Калинка». Всего в Новочебоксарске 15 дежурных групп в 5 детских садах. Их посещает 130 ребят. С каждой недели их количество увеличивается. Все потому, что взрослые выходят на работу. Конечно, многие родители хотят водить детей именно в свой детский сад. Но это пока невозможно. К сожалению, все детские сады открыть мы не можем. Потому что есть детские сады, в которые, допустим, желает ходить только один ребенок. Понятно, что на одного ребенка в детском саду будет вынужден работать от 5 до 9 сотрудников, которые будут обеспечивать его посещение. Поэтому мы делаем мониторинг еженедельно и, конечно, открываем группы в тех детских садах, откуда идет наибольшее количество родителей. Всегда готовы принять ребенка и рады помочь. В том случае, конечно, если ребенок полностью здоров и нет опасного эпидокружения. Пятиразовое питание, тихий час, время для игр. Распорядок дня здесь, как и в любой другой день. Единственная разница – санобработке уделяется как минимум втрое больше силы времени. Кроме этого, в дежурных группах дети разного возраста. И, например, Верочке Александровой сложно адаптироваться, хотя для нее группа родная. На настроение ребенка по-нашему посидеть нельзя. Потому что даже если летом она пойдет в другой садик, она так же будет. Не хочу, только с твоим воспитателем. Так вот привыкает, а так ничего не могу сказать по поводу этого своего ребенка. Потому что она тяжело привыкает к другим. А вот маленькую Еву это нисколько не расстраивает. Она легко нашла общий язык с другими детьми. Мы ходили во второй детский сад с самого начала. И когда столкнулись с такой проблемой, как карантин, это, конечно, очень нас всех ввергло в такой ступор. И так как я мама работающая, мне было очень тяжело совмещать как-то и работу, и воспитание ребенка. И очень радует, что руководство детского сада все-таки пошло навстречу и открыло дежурные группы. Каждую пятницу администрация детского сада обзванивает родителей, дети которых посещают их учреждения, чтобы уточнить количество ребят на неделю. Желающие посещать детсад могут также обратиться в отдел образования города. Юлия Важенина, Татьяна Раевская, Андрей Спиридонов, Республика.